В Кызларде несколько десятков людей, жителей аварийного дома, перекрыли дорогу. Так они пытаются привлечь внимание чиновников к своей проблеме. Власти обещали жителям предоставить новые квартиры еще в прошлом году, однако ситуация до сих пор не изменилась. Дамир Айдаров о том, чего добились протестующие. Выйти на дорогу этих людей заставило отчаяние. Их общий полувековой дом в аварийном состоянии. Стены двухэтажного жилья обваливаются на глазах, готова рухнуть крыша. Посмотрите на эти стены. Любой несмышленый мальчишка чиркнет спичкой, и все, мы все сгорим. В любой момент мы можем погибнуть. Когда мы дома, мы молимся каждую минуту, потому что готовимся к смерти. Дом может рухнуть в любой момент. Спустя время к протестующим прибыло руководство города. От неожиданной, но столь долгожданной встречи люди засыпали Акима жалобами и вопросами. Градоначальник заверил, государство людей в беде не оставит. За один день все решить невозможно. Мы пришли, вашу проблему увидели, помощь будет. Выделим деньги по линии ЧУЭС. Уже составлена программа по сносу таких аварийных домов. Проект мы сдали его в министерство. Сейчас заложен фундамент будущего дома, куда переселят жители. Однако строители встретились с проблемой. В траншеи появилась вода. Но городские власти обещают предоставить людям новое жилье до наступления нового года. Тем не менее, в городском масштабе проблема остается острой. В Казаларде 22 аварийных дома. Дамир Айдаров, Хайрат Рабаев, Сигмой канал, Казаларда.